Каждый новый день 29-летней Ани Харьковой начинается с коврика для йоги. Утренняя практика, приветствие солнцу или, если говорить, профессиональным языком йога в Сурья Намаскар. Первые совсем еще тогда неуверенные шаги в йоге девушка начала делать, будучи 18-летней студенткой. Занятие первое было мое в спортзале школы. И у меня был такой коврик тканный, просто дома какой-то покрывальца я взяла. И у нас был преподаватель Семен Борисович, такой взрослый дяденька. И в этой группе я была, наверное, самая молодая, потому что я была студентка. И вот почему-то все время мне привлекало это слово йога. Я сама не понимала, зачем мне это надо, почему меня это привлекает, но я искала. Ну вот в итоге я искала и нашла, пошла на занятия. И я там была самая молодая, и немножко я стеснялась. Но потом я влилась в процесс, и вот так пошел мой путь в йоге. Спустя несколько лет интенсивных занятий в зале Аня решила передавать знания другим. Прошла курсы педагогов йоги Айнгара в Самаре. Йога Айнгара – это направление классической йоги. Основателем этого метода является гуру Джи Шри Бакайса Айнгар. Сейчас его нету в живых, он ушел из жизни, когда ему было 95 лет. Он начал выстраивать свою практику, используя вспомогательные материалы. И эти материалы, они дают возможность людям, менее гибким, людям с проблемами суставов, позвоночника, заниматься наравне с остальными людьми. Последние 7 лет для нашей героини учить людей правильно выстраивать тело и равномерно дышать – это не просто работа, а дело всей жизни. Йогиня признается, что каждый раз, выходя в зал к ученикам, немного волнуется. Нужно сочетать в себе чувство юмора, строгость и дисциплинированность. Йога, как хочешь не хочешь, она начинает воздействовать на внутренний мир. То есть получается, что человек, он начинает расти в глубину, что ли, так сказать, он внутренне начинает расширяться. Поэтому и вот все это необычное очень людей притягивает. И поэтому я считаю, что вот тренд на занятие йога, он сохраняется. Я думаю, что будет еще больше развиваться, увеличиваться. И я думаю, что йога в конце концов захватит массы. И мы будем все с удовольствием вместе заниматься. 58-летний Валерий Писакин в прошлом военный. Со слов мужчины в йогу пришел не совсем по собственному желанию, а по совету врача. Из-за тяжелой атлетики, которой он усердно занимался в прошлом, с возрастом у Валерия начались проблемы со здоровьем и весом. Йога дисциплинировала меня. Мне не хотелось иногда идти на практику, но я всегда собирался и шел, как бы вот сила воли тут в этом. Вес стал падать, мышцы подтянулись и улучшилось общее состояние. Самое главное, что меня как бы вот к этому сподвигло. Через три года Валерий стал учителем, получив соответствующую квалификацию. Стать на путь гуру его вдохновил старший учитель йоги Ишвары из Урабежа. Ишвары йога, чем меня как бы привлекает, это йога внутренней целостности. Как он объясняет, что тело нельзя рассматривать отдельно, руку, ногу, рассматривается все вместе, как бы, общее целое. И вообще корень йоги это юдж, соединять, вот, то есть ум соединяется с телом. И когда ум понимает, что телу ничего плохого не придет, он начинает пускать дальше. И человек либо там растягивается, либо встает на мост. Был его в жизни период, когда он хотел оставить любимое дело. Мне казалось, у меня вес опять немного прибавился. Я как бы, ну, думал, что я не могу служить примером для своих учеников. Но все ученики как бы говорили, что чтобы я остался, всем очень нравятся мои занятия, что я дотошно там все объясняю. Вот, и как бы попросили меня остаться. И потом, посоветовавшись уже с учителями, там, написав своим учителям, они мне сказали, тебе самому комфортно, комфортно. Изначально занятия йогой были у дела мужчин. Однако тенденция кардинально поменялась. В классах для практик сейчас чаще всего преобладают представительницы прекрасного пола. Мужчина, он всегда воин, он победитель. И когда он видит, что, ага, девочка вот смогла, там раз ногу за голову положила. А он сидит, как деревянный, и не может этого сделать. И они не могут внутри, мужчина не может себя пересилить, что он хуже женщины. Вот это один из аспектов. То, что человек вот здесь, когда ты пришел на йогу, а йога это не соревнование. Ты должен работать со своим телом, со своим сознанием. И не обращать внимания, как будто ты один. Но кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной, богатым или бедным, йога открыта для всех. Так и в любом другом деле. Главное, отыскать свое и полюбить то, чем ты занимаешься всем сердцем. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Константин Никитин, Евгений Симонов. Новости Ульяновской правды.